Привет дорогие друзья, с вами Валерий и мы продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк компанию The Claire Redfield в костюме Noir с фильтром Noir на уровне сложности Hardcore. Итак, мы нашли Эшли, девочку, дочку Улима и Аннет Биркиных. Давай. Пойдем. Сюда! Закрыто. Так, и мы попали на парковку, нам надо выбраться из парковки, из этой. Вот. Я так полагаю, также надо найти будет ключ-карту, чтобы открыть эти ворота. Да. Ну да, ключ-карта нужна. Черт, нам нужна ключ-карта. Ну же. Эй, помоги. Уверена, что нам сюда? Мама в последний раз меня этим путем вела. Шерри? Шерри, я так долго тебя искал. Ты такая храбрая девочка, не испугалась всего, что тут творится. На землю, руки за голову. Вы серьезно? Лежать, я сказал. Шерри, свяжи ей руки. Зачем вы это делаете? Молчать. Свяжи ее. Понятно. Либо ты ее свяжешь, либо она умрет. Что вообще происходит? Преднамеренное насилие над детьми, например. Шерри? Подойди. Что вы хотите с ней сделать? Не твое собачье дело. Если она пострадает, клянусь я мою брату. Шерри, ко мне. Как тебя зовут? Имя скажи, мать твою. Клэр! Шерри? Ты пойдешь со мной, или можешь попрощаться с Клэр? Хорошо, хорошо, я пойду. Надеюсь, вы отведете меня к маме, а не то... Куда же еще? Не слушай этого ублюдка. Не мучай ее, пожалуйста. Не указывай мне, как делать мою работу. Хватит, отпустите, пустите меня. У тебя совершенно отвратительные манеры. Это нужно исправить. Этим и займемся. Пустите, пустите. Я найду тебя, тварь! Береги себя, Шерри. Так, ладно. Сначала карта доступа, а потом уже этот ублюдок. Так, найти карту доступа. Вот, собственно, дорогие друзья и шеф полиции Айронс, уже поехавший. Ну, а поехал он от того, что Амбрелла платила ему взятки. Как бы, за то, что... Ну, у них лаборатория же под полицейским участком получается. И Амбрелла платила ему взятки, чтобы он никому не разглашал о их опытах, там, экспериментах. Вот. И когда все это наружу вылезло, эта все эпидемия, эта катастрофа... Он, короче, из-за вины, из-за того, что... Короче, ну, он почувствовал вину, и у него крышня поехала. Должно быть, он прошел здесь. Вот. Ну, и как бы еще плюс к этому, у него до этого были маниакальные, короче, такие... Как поведение такое маниакальное. Вот. Он любил, короче... Ну, как бы он охотник, и любил, короче... Получал удовольствие, когда потрошил свою добычу. Вот. И, короче, вот у него поехала крыша, и он теперь удовольствие получает, когда убивает людей, типа, там, ну... Потрошит их, там, как-то так. Короче, психопат. Вестник Раккун-Сити, июнь. Внимание, герой... Герой Раккун-Сити. Кого боится, но уважает весь город? Ответ должен быть очевиден любому жителю нашего прекрасного мегаполиса. Верно. Шеф полиции Брайана Айронса. Человека от одного упоминания, о котором у преступников трясутся коленки. И сурового отца, любящего всех нас, грешников. Шеф Айронс известен своей благотворительной деятельностью, в том числе щедрым пожертвованием приюту, помощью пострадавшим женщинам, меценатством, защитой животных. Этот список можно продолжать долго. Но отдыхает ли наш герой когда-либо? Город моя семья, я лишь делаю то, что должен. Вот какой ответ дает сам шеф Айронс, улыбаясь. Да-да, конечно, больной ублюдок. Это сволочь, шеф полиции? Вот именно. Так. Он еще и шеф полиции. Вот. Ну, как обычно, показуха перед прессой. На самом деле он долбанный маньяк. Так. Туда нам нужны ключ-бубны. Что там интересного лежит? Что-то не разглядеть нормально. Но в шкафчике точно есть... В шкафчиках точно что-то есть. Отдельный лифт, ведущий в кабинет шефа. Не для общего использования. Не работает. Понятно. Короче, отсюда мы сможем в дальнейшем, я думаю, попасть в офис шефа. Либо возьмем ключ. И попадем через полицейский участок. Так. У нас шесть патронов. Что у нас вообще? Ну, в принципе... В принципе, пока нормально. Так. Ну, давайте отправимся сюда. В этих черно-белых тонах не видно, каким цветом горит лампы. Зеленым или красным. Будем так проверять. Отлично, открыто. Итак. Вы говорили, что... Вместо собак на парковке разработчики насували лизунов. Так. Здесь, я полагаю, будет закрыто. Да, как и у Леона. Здесь закрыта дверь. Тут, в принципе, ничего. Идем сюда. Так. Тир. Зомбари спят. Уведомление об утилизации. Предмет для утилизации. Ключ от патрульной машины 7439. Подробности. Погнутый ключ непригодный к использованию. Система дистанционного отпирания дверей позволяет открыть двери и багажник. Угу. То же самое было и у Леона, да? Коробочка. И в коробочке у нас ключ должен лежать. От машины. Угу. Так и есть. Ключик от машины. Ключ зажигания автомобиля. Лезвие погнуто. Так. И надо будет на парковке там открыть багажник. Там какая-то вкуснятина должна лежать. Так. Сообщение от мистера енота. Здорово, мальчишки и девчонки. Это ваш друг енот из зоопарка Раккун-Сити. Рад встрече. Хочу рассказать вам кое-что очень важное. Видели мои куклы мистера енота, которые всем так нравятся? Так вот. Я узнал, что непослушные дети стали использовать их в качестве мишеней. Мне от этого очень грустно. Хорошие детки не будут так обижать куклы. Ведь правда? К тому же это очень-очень опасно. Никогда так не поступайте. Словом, увидимся в зоопарке. До встречи. Угу. Кстати, мы пока еще не видели кукол енотов вроде. Закомпанил Клэр. Так. Ну, эти ублюдки, они пока не встанут. Смотрите. Когда проходили за Леона, здесь была куколка енота. А сейчас ее нет. А подставочка есть. Прикольно. Продолжается так, да? Так, отлично. Взяли еще патрончики. Патрончики. Ну, в принципе, больше, да? Здесь, по-моему, ничего нет. Окей. Здесь нам ключ-бубны нужны. Давайте пойдем дальше. Интересно, а лизуны также будут по вентиляции вылазить или нет? Блин. Воу-воу-воу. Видели, да? Вот он. Лизунчик. Так. Где ты, уродец? Куда-то уполз. Наверное, уполз туда. Зазавалены эти. Через двери-то они не проходят. Так. Отлично. Здесь у нас лизун. Как раз вот на этом месте должны быть собаки, а здесь лизуны. Окей. Так что проходим аккуратненько. А он как раз собак вот и жрет. Еще один. Еще один. Идем спокойно. Окей. Идем спокойно, не бежим. Без резких движений. Смотрим, ничего здесь не пропустили. Окей. Отлично. Отлично. Так. Здесь тоже нужна ручка. Ну, это, получается, те жалюзи, помните, да? Которые в полицейском участке. Вроде как. Если я что-то не путаю. Так, морг. Окей. Вот этот ворюга встанет. Это мы помним. Давайте попробуем, может, и... Да, сразу давайте его уроем, короче. Да падай ты. Вот ублюдок, а. Ух ты, тварь, а. Даже не свалить. Ублюдка. Блин, последний патрон. Отлично вообще, блин. Ну, что и зависло-то. Тварь, а. Вообще ништяк. Окей. Блин, вот не хотелось мне тратить... Гранатомет. Гранатомет. Ну, пришлось. Пришлось все-таки. Так, давайте. Блин, все патроны вообще истратил. На этого ублюдка. Протокол вскрытия номер 53-477. Имя умершего Джастин Хансон. Мужчина белый, 39 лет. Наблюдение. Найден мертвым в тюремной кровати. Ладони до сих пор плотно сжаты из-за трупного окоченения, которое скоро пройдет. Скорее всего, умер вскоре после отбоя. Умерший страдал тягой к воровству и несколько раз попадал в тюрьму. Удивительно, но он воровал даже за решеткой. Впрочем, это не противоречит его диагнозу. Диагнозу. Окей. Кстати, вот этой записки не было, да, когда Леоном играли? Так. Ну, давайте поначалу... С самого начала по порядку пойдем. Так. Здесь закрыто. Ой. То есть... Закрыто. То есть, пусто. Отлично. Травушка. Окей. Так. Какая красная трава? Давайте сразу смешаем. Фу. Тараканы. Нет. Не нужны нам тараканы. Так. Здесь пусто. Пусто. Тут что у нас? Трупец. Так. Труп и... Граната. Отлично. Окей. Задвинем его обратно. Чтоб ненароком не ожил. Не нужны нам ходячие тут. Так. Пусто. Угу. Психанутый. Отлично. Пусто. Так. Здесь... Ничего нет. О. Сразу же. Ожил, блин. Ну окей. Ублюдок. Придется на тебя потратиться. Ключ бубная. Отлично. Ключ с головкой в форме бубновой масти. Отлично. Так. Умер он или нет? Мы еще здесь не посмотрели. А. Пусто. Окей. Все. Плевать на них, короче. Нам, в принципе, сюда больше не надо возвращаться. Че за звук? Хм. Прикол. Окей. Проходим мимо лизунов снова. Оп. Лизунчик. Блин. Неудобно ты так стоишь. Тихо. 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 По идее, он должен переместиться в другое место. Совершенно. Окей. Отлично. О, они оба здесь сидят. Смотрите, у них даже хвостики есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Здесь-то ничего не лежит. О, похоже, что есть. О, порох. О, порох. Отлично. Так. Еще один. На потолке прям. Окей. Не шумим. Так. Окей. Давайте сбегаем, выложим. Все, что нам не нужно. Так. А та дверь открыта? Закрыта. Окей. А. Давайте. Машину. Так. Блин, и какая из них? Ладно. Ищем машину с открытым багажником. О, моргает. GMB-HP-3. Какой-то пистолет. Блин. Надо выбросить. Какой-то пистолет. 13-ти зарядный пистолет калибра 9 мм. Первая модель с двухрядным магазином. За что в свое время считалось лидером по огневой мощи. Крутяк. Добавлен лазерный прицел. Угу. Так. Погодите. А можно? Нет. Я думал, можно будет снять лазерный прицел. Окей. Выбрать. Правда, плохо, что 9 мм. 9 мм у нас же патронов... Я пока вообще не встретил ни разу. 9 мм. Компании Заклэр. Так что, будем довольствоваться 13-ти патронами вот этими. Выложим сейчас, короче, револьвер наш. Чтобы места не занимало. Патронов пока нет. Ну и... Если будут патроны, то... Как раз сэкономим. Так. Давайте смешаем аптечки. Можно порох смешать будет. Так. Чтобы выложить, давайте гранаты вот эти вот выложим. Оставим пока световые. Окей. Так. Порох. Объединить. Кислотные. Отлично. Объединить. У нас крутых аптечек-то копится и копится. Окей. Все. Пока больше ничего нам... У нас больше нет, чтобы смешать. Порох есть, но надо белый поискать еще. Вот. Возможно, еще удастся сделать кислотных патронов. Ну и если на крайняк, то будем делать патроны для пистолета. Если не найдем. Так. У нас... Бубны. Давай идем. Открывать бубны. Так. В тире у нас одна комната, да? Отлично. О, смотрите, какой лазерный прицел. Блин, четенько вообще. Почему нет патронов в 9 миллиметров, блин? Вот с этим пистолетом бы четенько вообще было бы целиться. Никакую сводку прицела не надо ждать. Просто сразу точечка такая. Окей. Отлично. Так. Еще трава. Красная. Угу. Так, пленка. Отлично. Пленочку можно будет проявить. Шкафчик на третьем этаже. Катушка с неправильной пленкой, на ней написано шкафчик на третьем этаже. Окей. Окей, отлично. Так, ну все. Валим. Отсюда. Там еще у нас есть дверька. С бубнами. Как раз где лифт. Шефа... В кабинет шефа полиции. Посмотрим, что там. Там шкафчики. По-любому что-то интересное должно быть. Вот. Ну, я так полагаю, да, мы поедем на лифте обратно в полицейский участок. Только уже через... Через кабинет шефа. Так. Это какая трава у нас? Синяя трава. Отлично. Давайте смешиваем сразу. Что, чтобы сэкономить место. Шкафчик. Что у нас в шкафчике? Плечевой упор GM79. Ого-го. Деталь для GM79. Заметно уменьшает отдачу и обеспечивает стабильность траектории выстрела. Вот это ништяк. Объединить. Теперь смотрите, какая у нас крутая базука. Крутой гранатомет. Повышает стабильность. Еще бы перезарядочку, знаете, это... Автоматическую. Было бы очень ништяк. Так, у нас одно место свободное осталось. Порох. Белый порох. Отлично. Еще кислотных можно наделать. Так, ну в принципе все, да? Здесь больше ничего нет. Есть. Попадали электричество. Ну что, отправляемся обратно в полицейский участок. Обратно к тирану. К этому блюдку. Так. Балкончик такой. Нехилый. Так. Это у нас зеленая трава. Отлично. Еще одна аптечка крутая. Блин. Вообще ништяк. Вообще ништяк. Вот, собственно, и кабинет шефа Аренса. В оригинале, короче, было совсем наоборот. Мы через полицейский участок проходили. Какая-то головоломка, по-моему, была. Надо было там что-то вставлять. Какие-то медальоны или что-то. Или камни. Не помню. Вот, и открывается потайной ход. И мы уже спускаемся на парковку там. Вот, или в канализацию вообще. Не помню. На парковку, по-моему, спускаемся. Немножко переделали здесь разработчики. Так. Получается, комната шефа охраны. Ой, шефа полиции. Это сейврум. Вообще. Отлично. Копии электронных писем шефа Айронсу. Шеф полиции Айронс. В качестве благодарности за вашу постоянную поддержку я внес скромную сумму на ваш счет. Используйте эти средства, как считаете нужным. Полагаю, вы продолжите наблюдать за своими подчиненными. В особенности за теми, кто выжил в особняке. Избавьтесь от них, если необходимо. УБ. Улим Биркин, наверное. Инициалы. И говорится про этих. Про Криса, Джилл, Барри, короче. Кто выжил в особняке с первой части-то. Видите. Спонсировал Амбрелла. Ну, про что я говорил шефа полиции. Так, шефа полиции Айронс. У меня проблемы со штаб-квартирой Амбрелла. Начальство хочет забрать у меня плоды исследований. Но не бойтесь. Все скоро закончится. Вы просто делайте, что я говорю, и все будет хорошо. Улим Биркин. Шеф полиции Айронс. Усильте охрану моей лаборатории. Прикажите дуболомам стрелять по любым подозрительным личностям. Пусть бьют на поражение, даже по сотрудникам Амбрелла. Я почти закончил джи. И не позволю ни одному ублюдку встать у меня на пути. Улим Биркин. Шеф полиции Айронс. Соберитесь... Соберитесь в вашу мать и делайте свою работу. Я же ясно сказал, чтобы вы усилили охрану в канализации. Вы что, не понимаете, чем я тут занимаюсь? Что же касается денег, вы свое получите. Но только когда я захвачу контроль. Все ясно. И помните, незаменимых нет. Улим Биркин. В итоге, получается, шеф Айронс... О, смотрите, голова Аллигатора. Но по сравнению с Аллигатором, который живет в канализации, это совсем прожечная голова. Вот, получается, шеф Айронс, он не усилил, да, охрану, получается. И Амбрелла ворвалась к Улиему Биркину. И вот, расстреляла то, что мы увидели-то, помните? Из-за чего он вколол себе G-Virus. Так, патроны. Давайте. Что, пленочку уберем, да, пока? Пленочку уберем, уберем аптечку. Так, порох можно будет смешать. Давайте это сделаем. Отлично. Так, я смотрю, патроны для автомата лежат. 50 патронов. Отлично. Тоже храним. Пока походим. Так. Так, ну что, или... Или нет, да, давайте уберем, пускай... Пускай копится лежит, а мы возьмем... Автомат. Где эти патроны? Автомат, в принципе... Не такой мощный, он просто скорострельный. Так что... Пускай так будет. Итак. Что у нас здесь еще есть интересного? Всякие чучела животных. Так, что-то еще здесь написано. Журнал таксидермиста. Белохвостовый олень. Самец. Примерно 6 лет. Место поимки горы Арклой. Длина 185 сантиметров, вес 160 килограмм. Мне нравится конечный результат, но меня уже порядком достало все это жалкое зверье. Возможно, стоит заняться животными с характером. Вот про что я и говорил. Типа... Обычное животное, ему уже порядком надоело, как бы его, ну, потрошить. Вон, крышня начала ехать, вот он... Задумался об охоте на людей. Амурский тигр. Самец. Примерно 4 года. Место поимки Хабаровский край. Хабаровский край, друзья. Длина 290 сантиметров, вес 240 килограмм. Я чуть не кончил, когда распорол его желтое брюхо и выпустил теплые кишки. От меня еще разит диким зверем. Вот она жизнь. Вот, видите, здесь написано, что он кайф получал. Свинья, самка, 22 года. Место поимки Раккун-Сити. Длина 160 сантиметров, вес 50 килограмм. Ее туша мягкая, сладкая, вся белая. И вся моя. Моя навсегда. Вот так вот. Ну, собственно, вы, я думаю, уже поняли, что из себя представляет шеф полиции Айронс. Вот. И в каких руках сейчас очутилась Шерри. Тигруська. Тигруся. Да, как мне это знакомо из оригинала вот эти вот локации. Вообще. Клево. Так. Угу. Запечатные машинки у нас. Сохраночка. О. Даже птица Дудо есть. Смотрите. Знаете, да? Птица Дудо, она вообще вымерла. Вроде как. Так. Что у нас здесь? Барельеф. Изучить. Барельеф с влюбленными. Барельеф, изображающий влюбленную пару. Опа. Друзья, ключик черви, который мы так долго искали. Вот. В форме червовой масти. Который мы так долго искали. Так что, теперь сможем попасть в те неизведанные локации, в которых мы не были. Письмо из ремонтной мастерской. Судя по описанию проблемы с электронным замком на двери в офисе шефа полиции, нам придется кое-что заменить. Для ремонта потребуются детали электрощитка. К счастью, в участке должен быть ремонтник из одного из наших магазинов. Он должен был решить проблемы с часовой башней. У него должно быть несколько запасных деталей. Он сообщил, что оставил одну из них в восточной кладовой на третьем этаже. Если что-то пойдет не так или вам потребуется больше деталей, поищите его в часовой башне. Будем рады помочь вам в будущем. Так. Найдите детали для электрощитка. Ну что, я так полагаю, так же, как и за Леона, нам надо будет... Вот, в принципе, наверное, этот электрощиток, да, получается. Собирать детали для электрощитка. Так, это что? Слава богу, карта доступа. Та же система, вот, карта доступа находится за дверьми, с электрощитком. Вот, как и за Леона. Так, и одна, я полагаю, в часовой башне. Надо будет двигать там шкафы в библиотеке. Вот. А вторая где-то у нас... Где-то у нас... Лежит... На складе на каком-то. Так. Угу. Открываем дверку. Отлично. Так, что нам можно выложить? В принципе, ничего. Не можем выложить. Вот. И я думаю, иначе будем сохраняться тогда. Вот. И кому понравилось, ставим лайк и подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Оставляйте также свои подсказочки. Свои отзывы, своё мнение. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...